друзья наверное год назад ко мне приехал окази академика для продолжения проекта если помните я вам ее уже показывал и многие весь год ждали что же с ней в итоге будет так вот признаюсь честно именно она должна была идти на проект электроака но так как она скажем так не в самом легком тюнинге то могла бы доехать только до первого поста ну а потом на штрафстоянку переделывать ее обратно в сток это вообще безумие проще взять обычную аку и делать из нее электромобиль как собственно я и поступил но что же с оказией в общем была еще одна идея сделать ей задний привод и пробовать ездить боком но у нас в городе практически нет места где можно этим заниматься для гонок она тоже не годится потому что едет чуть быстрее стоковой калины если же сделать ее полной приводной для того чтобы улучшить зацеп то есть сильно поднимается масса и будут большие потери соответственно с таким двигателем ее даже приоры начнут объезжать да и вообще с ее клиренсом просто заехать в гараж это настоящая проблема мы наверное минут 20 это делали потому что цепляется она везде где только можно и каждый выезд на ней начинался с ремонта помните сначала у нее колеса спустили потом проводка начала плавиться сгорел стартер двери перестали закрываться отвалился глушитель началась течь бензина еще после 60 километров в час она становится просто неуправляемая а когда мы поехали замерять разгон то он на ходу открылся капот и мучусь дороги не уехали наверное поэтому ее и назвали оказии потому что все время что-то ломается в том виде в каком она сейчас я думаю это финал проекта и дорабатывать не что-то нет никакого смысла ведь она уже идеальная но проблема в том что на ней нельзя выезжать в город потому что это нарушение пдд не погоняешь на не особо потому что не сказать что она супер быстро разгон у нее около 10 секунд до сотни мы это все-таки замерили за городом на не тоже не покатаешься потому что у нее просто нет клиренса да и амортизаторы как будто заварены потому что она вообще деревянная поэтому она еще достаточно долго простояла в гараже за это время у меня как раз подрос канал стало больше возможностей и в багажнике оказии среди кучи хлама я нашел вот такое письмо где был в донат 100 рублей и письмо академику где было написано типа почему ты для оффроута используешь только внедорожники где обычные легковушки и после этого письма нас осенило почему бы реально не сделать заказе внедорожник и таким образом решаются все предыдущие проблемы то есть она спокойно будет заходить в гараж на ней можно будет ездить по внедорожью то есть она будет полноценно использоваться даже наших суровых условиях где нет гоночных треков и почти отсутствуют дороги но главное требование к такому внедорожнику он обязательно должен быть шустрым иначе это будет уже не оказия также должны быть и высокие характеристики по проходимости ну и весь этот конструктор должен быть относительно бюджетным чтобы каждый мог повторить что-то подобное ведь мой канал по традиции должен быть еще и полезным а не просто развлекательным поэтому началась основная движуха мы закатили окази в гараж сняли с нее все что плохо держалась в том числе двигатель в общем подготовили кузов глобальной переменам обратите внимание как тут стоял вентилятор охлаждения похоже реально окази делали только на несколько выездов но ничего мы это исправим затем мы закупили металлический профиль 60 на 40 для рамы и разобрали одну старенькую него на запчасти в первую очередь нам нужна была балка чтобы понимать размеры и высоту конструкции двигатель решили оставить с оказии вот это тут переделанный 16 к данным профилям балка крепится почти как штатным лонжероном не вы только у нас все будет прочнее и кузов будет находиться значительно выше ну и делаем это все не на глаз с помощью высокоточных приборов и вроде как что-то получается потом мы опять съездили на разборку купили два передних редуктора от него и привода рулевую трапецию раздатку карданы ну и конечно же еще одну балку тормозные диски и колодки решили поставить новое все-таки техника не на один выезд а для души еще купили два комплекта отвязки переднего редуктора чтобы закрепить их надежнее без двигателя но думаю вы уже слегка представили бюджет данного проекта так что прошу вас не ругаться на рекламу привода мы конечно же перебрали установили на них новые пыльники и заменили смазку использовали смазки конечно же время по авто для гранат шрус но для ступичных подшипников м с 1000 все-таки нагрузки тут будут и довольно большими поэтому смазки должны быть качественными ссылку на довольно интересные продукты от вам по авто оставлю в описании колеса временно поставили стоковые от него и но в дальнейшем тут будет более злая резина стоять должно получиться как кузов малютки оказии встает на мощную раму с независимой подвеской и с такими большими шипованными колесами думаю получится мощно двигатели оставляем как я уже сказал 16 вместе с коробкой заварим на не диффер и кинем один привод на раздатку таким образом у нас будет двойное понижение то есть главная пара в самой коробке плюс раздатка и редуктора соответственно максимальная скорость у нее будет около 70 километров в час но зато она камаза тягать сможет да и с места начнет стартовать как пушка так что скоро на ней дадим жару первое движение нашей новой техники пока что с обычным приводом человеческим 2 лошадиных валера вали разно стал твой час может стать антикор все ржавчина умрет ну давай это как будто красишь на свете хватит то вылетит но сейчас не поймаем много сдаст ворота зажимаешь и за колесо толкать и ты раз мне нога выйдет я завелось нашло так и все на куку на кулаке а вот валера ты решая идет идет нормальный не пида так ничего вчера мне надо подпирать не на черт вопрос да чем вы сразу не сделали пятна кешки говорил это правило работает трех денисов что раз отмерь 300 раз отрежь развал схождения будем настраивать уже когда кузов накинем на нее чтобы вес придавил чуть-чуть и рычаги встали в свое рабочее положение сейчас пока рано что-то тут судить сейчас делал же монтаж да самая тема самая тема здесь то что у нас будут поворачиваться передние колеса и задние разом есть а у нас все равно все поворачиваются трапец и поцеплены ну да то есть это будет вот так поворачивать испытание подобной системы а как синхронить здесь по плану будет рейка стоять и девятки тут мы маленечко все переделаем через тягу чтобы положение одно толкало другой до виллу надо будет сделать так стабилизатор есть уже хорошо а он при чем я не знаю главное есть табилизатор вот а 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 Сначала в шутку, ну а потом уже серьезно мы решили сделать передние и задние колеса поворотными. Ведь если помните, мы уже проводили такие эксперименты на декатке. И такая система работает довольно интересно. Только в этот раз у нас будет один руль, а не два. Таким образом мы не только маневренность увеличим, но еще и проходимое свойство. Ведь все-таки оказия готовится на оффроуд. Проектов, как вы поняли, у нас масса, но зато так веселее жить. И потихоньку все завершим. Поэтому если вам интересно, что будет дальше, то обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить проложения. Ну и конечно ставьте палец вверх. Ну а с вами, как обычно, был Денис Механик. Спасибо за внимание и пока.